ПИДЖАКИ Давайте с вами разбираться. Начнем вот с чего. По итогам первого квартала 2015 года размер средних заработков в Тульской области составил 26 тысяч рублей. Это на 8% больше, чем в прошлом году. За счет чего достигается такой рост в кризис? Вы знаете, это четвертый показатель по Центральному федеральному округу после Москвы, Московской области и Калужской областей. И вот за последние 4 года нам удалось достичь 65% роста номинальной заработной платы. Прежде всего достигается за счет того, что туляки трудолюбивые и своим трудом добиваются действительно высоких результатов. У нас, если вообще в целом говорить, то за 4 года нам удалось существенно улучшить свои экономические показатели. Ну вот один из примеров. Региональные доходы, доходы региона собственные, увеличились с 23,2 миллиардов рублей до почти 50. То есть 2,2 раза за неполных 4 года. А консолидированный на доход бюджета, включая бюджеты муниципалитетов, вырос почти на 90% с 35 миллиардов до 63,5 миллиардов. И это все благодаря трудолюбивым тулякам, потому что у нас газа, нефти нету, угольные месторождения уже давно не разрабатываются у нас. Хотя 80 лет назад Тула Уголь, это была крупнейшая компания, которая разрабатывала московский угольный бассейн. И из того угля, который добывался и сжигался, вырабатывался газ, которым как раз топили всю Москву. Ну вы знаете, наверное, что 26 тысяч, вообще, 26 тысяч средняя заработная плата. Это по экономике, средняя заработная плата по экономике. По экономике. Это очень, кстати, неплохие показатели для региона, который не обладает достаточными ресурсами, чтобы быть донором. Вы понимаете, о чем я говорю? Конечно, все равно этот показатель недостаточный, потому что в целом по прошлому году средняя заработная плата по экономике составляла 30 тысяч рублей. И у нас мы пока не дотянули вот еще до среднероссийской. Задача по доходам населения, конечно, увеличить, чтобы средняя заработная плата составляла среднероссийскую. Это вот как минимум. Основная причина, почему мы не добились этого. У нас очень старое население. 36% населения Тульской области это люди пенсионного возраста. 32% это люди, достигшие пенсионного возраста по возрасту. И 4% это так называемые льготники. Это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, ФСБ, полиция и так далее. И, конечно, у нас из-за того, что очень старое население, у нас достаточно высокая смертность. Есть две причины основные. Высокая смертность это старость населения. Вторая причина это экология. По экологии мы на последнем месте среди регионов России. Связано это прежде всего с тем, что в 86-м году после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, как вы помните, то ветер... Облако. Да, облако шло на Москву. И Тула в очередной раз выступила таким надежным щитом нашей с вами столицы, город-герой Москвы. Город-герой Тула принял на себя удар. И осадки были осажены на территории Тульской области. 18 из 25 районов у нас загрязнены. 671 тысяча жителей Тульской области являются чернобыльскими льготниками. Виз из миллиона 540. Владимир Сергеевич, давайте вот один момент уточним. Сейчас в регионе не стоит проблема утечки кадров. Да, получается 36% это пенсионеры. А молодежь в кризис, как правило, уезжает на заработки в Москву, Подмосковье. Мы... Это третий показатель, потому что действительно проблема близости к Москве это и проблема, и плюсы. Как у любой медали всегда две стороны. С одной стороны, Московский регион это существенный рынок сбыта продукции, в том числе и той продукции, которую производят наши предприниматели, наши производства. Но это, конечно же, серьезная конкуренция за наши кадры. У нас отток уменьшается, но все равно достаточно велик еще. И указы, майские указы президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года, как раз они направлены на то, чтобы стабилизировать людей, прежде всего в бюджетной сфере, и подтягивать через бюджетную сферу, подтягивать в том числе и развитие наших промышленных предприятий. У нас есть результаты. Вот смотрите. Мы наконец-то начали плюсовать по медицинским работникам и учителям. То есть до прошлого года мы все время минусовали. То есть у нас нехватка составляла более 50%. С прошлого года мы начали прибавлять. Немного пока, но это наша кадровая региональная программа по поддержке тех людей, которые приезжают к нам работать. Прежде всего это село. Но 250 человек, врачей мы уже в прошлом году привлекли. В области проблемы не только с медиками, с учителями, еще нехватка большая была инженеров в свое время. Такая проблема действительно существовала, но вот за последние 4 года удалось совместными работой вместе с нашими оборонно-промышленными предприятиями не только модифицировать и модернизировать производственные мощности, но в том числе и существенно омолодить сегодняшних сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Сегодня средний возраст 39,5 лет. То есть это существенный шаг вперед. Оборонка у нас помолодела почти на 7 лет. Я правильно понимаю, что это те ребята, которые приезжают из регионов работать именно в Тульскую область? В Туле очень хорошая база. Исторически существовало два базовых учебных заведения. Это политехнический институт, который сегодня является Тульским государственным университетом. Ну и бывшее артиллерийское училище, которого нет. Это два базовых учреждения, высших учебных заведений, которые действительно во многом формировали базу для оборонно-промышленного комплекса. Ну и на сегодняшний день вы знаете, что президент Владимир Путин подписал соответствующий документ, который говорит о том, что альтернативную военную службу можно будет проходить на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. С уровнем, с достаточно высоким уровнем заработной платы, конечно, сегодня эта профессия станет, ну скажем так, существенно востребованнее. Это с одной стороны, а с другой стороны уровень безработицы по Тульской области сохраняется на уровне 4,2-4,3%. Это не совсем так. Это значит, что у вас 34 тысячи безработных. Это данные Росстата. Значит, Ольга, давайте смотрите. Есть активная безработица и есть безработица, которая считается по международным стандартам. То, что вы сказали, это так называемая пассивная безработица. Активная безработица у нас меньше 1%, и данные Росстата обычно пользуются именно этими. 4,2% это так называемая пассивная потенциальная безработица. У нас на сегодняшний день 19 тысяч, скажем, безработных, да, тех людей, которые являются. А 34 тысячи это количество как раз вакантных рабочих мест. То есть у нас в данном случае как раз идет существенная борьба за кадры. И мы когда принимали решение о том, какой установить размер патента для наших иностранцев, которые приезжают для работы на территории Тульской области, ну, речь идет прежде всего о выходцах из республик бывшего СССР, то, соответственно, мы определили размер 3 тысячи рублей ежемесячно, что соответствует примерно уровню заработной платы 26-27 тысяч рублей. То есть выше, чем средняя сегодня по экономике. Поэтому мы ниже, чем в целом по стране. По стране безработица сейчас около 1, ну, активная безработица, так называемая, зарегистрированная безработица. 1,2%, у нас меньше процента. Она немножко подросла в феврале, сейчас она снизилась. И сейчас безработица снижается. Друзья, я напоминаю, что сегодня в программе «Пиджаки» мы беседуем с губернатором Тульской области Владимиром Грузьевым. Вопросы 92-го. У вас много оборонных заводов. А в каком они сейчас состоянии? У нас не так много оборонных заводов. Их 35, оборонно-промышленных предприятий. Но мы существенно провели модернизацию производственных площадок. И благодаря этому сегодня у нас идет рост по государственному оборонному заказу. Ну, могу привести очень такой, наверное, яркий пример. Известное всей стране, да и не только всей стране, всему миру изделие «Панцирь». Это зенитно-ракетный комплекс с высокой долей эффективностью по поражению всевозможных воздушных целей, включая, начиная от самолетов и вертолетов, заканчивая крылатыми ракетами. Так вот, сегодня это изделие было поставлено на вооружение только в 2012 году, когда Министерство обороны возглавил Сергея Шойгу. И вот благодаря его такой принципиальной позиции мы смогли это изделие поставить на вооружение. А до этого несколько лет оно не стояло на вооружении. И сегодня мы имеем по данному изделию уровень заказов до 2022 года. И государственный оборонный заказ составляет примерно 25-30%. В остальное это экспорт. Очень «Панцирь» защищал у нас олимпиаду в Сочи. Доля оборонно-промышленных предприятий колеблется от 25 до 30% в зависимости от отгрузки, потому что отгружают предприятия у нас в зависимости от заключенных контрактов. И, соответственно, от 25 до 30%. Ну, она растет сейчас. Но самое важное, понимаете, многие предприятия хотят увеличения государственного оборонного заказа, но физически не могут организовать площадок, нет. Негде сборочных производств не хватает. Это же нужно все подготовить. Это высокоточное оружие, которое требует существенной, ну, скажем так, подготовки и существенной квалификации. Но не исключено, что есть момент конкуренции с другими регионами? Конечно. И конкуренция, нормальная здоровая конкуренция позволяет нашим оружейникам предоставлять нормальную цену и, соответственно, иметь растущий объем государственного оборонного заказа. Давайте с цифрами разберемся. Получается, 25-30% регионального бюджета. Это оборонно-промышленный комплекс. А все остальное? Все остальное, опять же, трудолюбивые тулики. У меня складывается такое ощущение, что вот есть трудолюбивые жители Тульской области и есть те, кто работают в оборонно-промышленном комплексе. Вообще, чем занимается население? Нет, ну, во-первых, те, кто работают в оборонно-промышленном комплексе, это и есть трудолюбивые тулики. Так, а все остальные? Ну, у нас, слушайте, у нас химия, у нас машиностроение, у нас пищевая промышленность. Один из крупнейших налогоплачельщиков нашей области – это компания «Балтика», которая производит пиво. У нас сельское хозяйство. То есть, что называется, понемножку от всех. А все в Санкт-Петербург едут за «Балтикой», а надо ехать в Тульскую область. Ну, на самом деле, продукция центрального федерального, продукция компании «Балтика», которая реализуется в большей степени в центральном федеральном округе – это продукция, которая произведена на Тульском пивоваренном заводе, который, да, входит в холдинг компании «Балтика». Вопрос от 212-го интересуется по поводу внутренней миграции. А переселенцев принимаете? Есть какие-либо программы? Хочу с семьей переехать, например, из Москвы в Тульскую область деревни на ПМЖ? Спасибо за вопрос. На самом деле, действительно, очень важная тема. Вот по прошлому году, вообще, вот когда мы говорим о демографии, задача губернатора, наверное, в принципе, ну, такой, знаете, пик работы губернатора – это достичь того, чтобы у тебя прирастало население того региона, где ты работаешь. Значит, начиная с 80-го года, после того, как советские войска вошли в Афганистан, Тульский регион, исторический регион, связанный с оружием, и в том числе многие ребята служили, служат, защищая свое отечество. Поэтому вот как-то с 80-го года, может быть, это женщины как-то, я не знаю, чувствуют, ну, как-то стали рожать меньше. У нас начался наш демографический крест. Пик был в 96-м году, когда область не засчиталась 35 тысяч человек. То есть разница между рождаемостью и смертностью превысила 35 тысяч человек, а смертность была выше. По прошлому году у нас 10,5 тысяч человек, смертность выше, чем рождаемость. Но в прошлом году мы по программе переселения соотечественников приняли 7,5 тысяч человек из стран СНГ, ну, бывших республик Советского Союза. И по этому показателю мы самый большой регион, ЦФО, который принял такое количество переселенцев. Поэтому москвичей, пожалуйста, с удовольствием принимаем. Мы заинтересованы в том, чтобы приезжали активные, сильные люди. Более того, если вы предполагаете заниматься, скажем, предпринимательством, у нас очень хорошая сегодня программа по поддержке для тех, кто начинает свой бизнес сначала, с нуля. И это не только программа там льготного кредитования, льготного налогообложения, но это даже и программа грантов. Какие есть еще инвестиционные программы? Потому что не так давно я читала в средствах массовой информации, что вы приготовили какую-то очень заманчивую программу для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Вы знаете, это зависит от размера, то есть бизнеса. От малого, если мы с вами говорим микро и малого предприятия, то это, прежде всего, конечно, система грантов, получение льготных кредитов по льготной ставке. Ну, ставка, сегодня вы можете получить кредиты под ставку 8,5 годовых до миллиона рублей, если вы являетесь там микром. У вас малое либо микропредприятие, либо вы являетесь индивидуальным предпринимателем. В рамках подготовки к госсовету, который мы провели 7 апреля в Кремле, то есть там есть целый перечень поручений Владимира Путина, правительству, регионам, которые предполагают увеличение поддержки. Ну, вот, скажем, кредитование там предполагается увеличить с миллиона до трех миллионов. Ну, сами прекрасно понимаете, что три миллиона рублей, если вы начинаете свой микробизнес, скажем, на селе, либо небольшое производство, если даже сфера услуг, то есть этих денег более чем достаточно для того, чтобы стартануть. Ну, и еще есть, конечно, меры государственной поддержки регионального уровня. Ну, могу привести вот одна из последних мер, которую мы сейчас вот вместе с коллегами из Тульской областной думы приняли, соответствующий закон. Мы сделали налоговый имущественный вычет для предприятий микромалого бизнеса, которые имеют в собственности помещения. Если у вас среднесписочная численность по году сотрудников пять человек, вы имеете право сто метров не учитывать при налогообложении, то есть ставка на сто метров ноль. Если десять человек, то двести метров, то есть налог на имущество у вас ноль. Это сделано для того, чтобы поддержать как раз вот малый бизнес в то времена, ну, в то время, когда просто ему нужно, что называется, выжить. Не просто сейчас, потому что сетевые компании очень активно развиваются, а магазины, сфера услуг, шаговой доступности, она необходима и в крупных городах, и в малых населенных пунктах, в небольших деревнях, где, в общем, пока сетевых компаний у нас нет. Так, друзья, мы все прекрасно слышали, продаем свои машины и переезжаем в Тульскую область делать бизнес. У нас сегодня в гостях губернатор Тульской области Владимир Груздев. Вопрос о 28-го. Вы выступали на Госсовете по поддержке предпринимательства. Какие решения были приняты, и когда увидим эффект? Знаете, вот когда я начинал, когда я согласился, в принципе, вести этот Государственный совет, потому что я понимал, что фактически это задача из серии миссии невыполнима. Десять лет пытались подготовить и провести подобный госсовет, но как-то все-таки что-то не срасталось, что-то не происходило. Ведь это очень тяжело. Интересы, смотрите, учесть интересы федераций, регионов, бизнеса и муниципалитетов очень и очень непросто. Каждый, конечно, держится за свои источники, доходные источники по, соответственно, налогам, а малый бизнес, конечно, это основа, прежде всего, доходные базы по муниципалитетам. Я хочу сказать, что нам удалось провести большую работу. Более 350 предложений мы получили через интерактивное общение через портал РБК и открытый регион 71. 17,5 тысяч человек принимало участие в этом. Огромную работу нам помогали проводить РСПП, деловая Россия, агентство стратегических инициатив, опора России, общественная палата. Вот это те организации, которые действительно очень активно врубились в обсуждение этого вопроса. Ну и, конечно, особые слова благодарности президенту Путину, потому что это же консультативный орган государственного совета, и президент уже по итогам государственного совета готовит перечень поручений. Ну, 90% тех предложений, которые мы подготовили, они на сегодняшний день в перечне поручений президента учтены. Ну, а работа государственного совета, комиссии по мерам поддержки малого бизнеса, она продолжается, потому что работа будет прекращена тогда, когда будут все исполнены, все поручения президента Путина. Напоминаю, координаты прямого эфира 7373948, это наш студийный телефон по коду 495, также работает для вас смс-портал 925-48-94-8, сообщение с сайта читай, лента, твиттер говорит, и Москва Сергея пишет, а я уже переехал в Тулу из Москвы, вот такие вот дела. 92-й интересуется, а как у вас идет процесс импортозамещения в сельском хозяйстве? Как область обеспечивает себя своей продукцией? Тоже очень важный на самом деле вопрос. Что касается результатов по сельскому хозяйству, то в прошлом году нам удалось в целом увеличить рост производства сельхозпродукции на 9%, несмотря на то, что в январе прошлого года у нас случился очень такой тяжелый случай, у нас почти 60 тысяч голов свинины на одном из крупных наших хозяйств была вспышка АЧС, нам пришлось уничтожать, и, конечно, это вот огромный ущерб не только предприятию, но в целом для области, но мы наверстали по другим направлениям, это прежде всего молоко, это прежде всего растеневодство, и в прошлом году мы собрали более полутора миллионов тонн зерновых. Знаете, в советские времена, если тонну на жителей области собирали, то секретаря обкома представляли на звание Героя соцтруда, это была еще такая история, это вот было в советские времена. Поэтому рост идет неплохой, но, конечно, очень негативно влияет на наших сельхозпроизводителей, в общем, на всех наших производителей резкие изменения не только курса рубля и доллара, но и, прежде всего, конечно, резкие изменения ставок по привлечению кредитов. Сегодня банки очень консервативны в предоставлении кредитов по целым отраслям, в том числе и по селу, и ставки очень высокие, ставки все равно пока в районе 18-20% годовых, и вы прекрасно понимаете, что при таких ставках развивать производство очень непросто. Но я правильно понимаю, что все равно находятся безумцы, которые под эти бешеные ставки берут эти кредиты? Вы знаете, таких безумцев практически нет, потому что если вы... Ну и банк, в общем-то, не должен быть в этом заинтересован, потому что если вы выстраиваете производство полного цикла, это 7-8-летний инвестиционный, скажем, проект как минимум, то, конечно, такая ставка, она не играет. Вы не можете с такой ставкой, так сказать, обеспечить окупаемость проекта. Иногда бывает перехватывают, скажем, кассовые разрывы, да, это такие бывают случаи, но это не правило, это исключение в большей степени из правил. Если вы посмотрите банковскую статистику, то выдача кредитов существенно сократилась за последние 4-5 месяцев. Поэтому вот сегодня в целом для предприятия, конечно, основная задача это длинные деньги и доступные деньги. Ставка, то, на что мы должны ориентироваться, это, кстати, во всем. Это и в ипотеке, потому что ипотека, по сути, в общем-то, финансирование строительного комплекса, это и село, это и промышленный производство. Ставка должна быть не выше 11% в годах. А вообще, конечно, мы должны ориентироваться на однозначную цифру при предоставлении кредитов. Ну и, конечно, вот эти резкие изменения курса рубля-доллара, они тоже позитивно не влияют на наших производителей, потому что, ну, спланировать все равно много техники закупаются за рубежом. Мы не все полностью, скажем, тоже уборочную технику имеем собственного отечественного производства, пока не все локализовано. Поэтому, конечно, это тоже влияет существенно на ценообразование. Вы знаете, мне всегда казалось, что уровень успешности, экономической успешности региона можно определить по состоянию дорог. Например, то есть достаточно приехать в регион, в Тульскую область, проехаться по дорогам, и сразу станет ясно более или менее, что из себя представляет экономика региона, как она работает, успешно или не очень. Очень много слушателей интересуется, а когда вы займетесь дорогами? Ну, вы знаете, надо говорить о конкретике, потому что дорогами мы занимаемся все 4 года, которые я служу губернатором. И, не знаю, то, что я всегда слышу на встречах с жителями, мне вопросов по дорогам практически не задают. У нас все основные трассы, которые обеспечивают, ну, скажем, проезд, ну, самый активный проезд, они все, трассы находятся в хорошем качестве. Что касается в целом дорог, ну, могу вам такие цифры привести, общий объем Дорожного фонда Тульской области составляет 3 миллиарда 600 миллионов рублей. И сейчас речь идет только про автомобильные дороги, естественно. Ну, вы же не забывайте, что из Дорожного фонда мы, во-первых, должны ремонтировать дороги, содержать дороги, мы должны ремонтировать мосты. И, чтобы было понимание, вот ежегодно мы ремонтируем, подчеркиваю, ремонтируем, потому что денег на строительство дорог у нас нет. Строительство в 10 раз дороже, чем ремонт. Вот ремонтируем мы 500-600 километров дорог в целом в год. Но у нас почти 11 тысяч километров дорог. То есть, сами посчитайте. Вот то, сколько мы можем ремонтировать, будет у нас больше объем Дорожного фонда, мы будем, соответственно, и большую инфраструктуру создавать. Пока работаем на те деньги, которые есть. И могу сказать, что туляки меня благодарят за то качество дорог, которые есть. Поэтому, если кто-то интересуется, дайте, пожалуйста, четкие, какие дороги интересуют конкретно, тогда это мы посмотрим. У нас, кстати, план ремонта дорог на 15-й год четко с мобильными телефонами руководителя дорожных участков. С суммой, мы даже пишем, сколько мы ремонтируем, сумму контракта. Все это висит на сайте правительства Тульской области. А 1 июля мы вывесим уже план ремонта дорог на 16-й год. И будем со сроками, с суммами и с объемами. В 82-й ждем от вас списочек дорог, которые вас не устраивают конкретно в Тульской области. Дорожные эксперты, они бывают разные и говорят тоже по-разному. Некоторые считают, что гораздо дешевле будет, ну, эффективнее вложить большие деньги, чтобы построить одну дорогу и не трогать ее 15 лет, чем постоянно, каждый год ремонтировать. Вы знаете, ну, можно, эксперты бывают разными. Я могу вам сказать, что дорогу все равно нужно эксплуатировать, ее нужно обслуживать. Если вы дорогу не обслуживаете, то она у вас через 5 лет превратится, даже очень хорошо построенная дорога, она превратится в непроездную, так сказать. А как у нас так вообще строят дороги, что она через 5 лет превращается в непроездную? Удивительно. Вот смотрите, за 4 года я не построил ни одной дороги. У меня денег хватает только на ремонт. Ремонт, разница, вот смотрите, километр дороги в ремонте стоит примерно от 7,5 до 9 миллионов рублей. Один километр. Один километр шириной 7 метров. А строительство такой же дороги будет стоить не меньше 50 миллионов рублей. Не меньше 50. Но при этом то состояние дорог, которое мне досталось, оно было крайне неудовлетворительным, поэтому мы занимаемся ремонтом. Гарантийный срок службы ремонтированных дорог составляет 4 года. Друзья, это программа «Пиджаке». Я напоминаю, что у нас в гостях губернатор Тульской области Владимир Груздев. Мы продолжим нашу беседу после выпуска новостей. Самоуверенные такие знают все. «Пиджаки». Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, программа «Пиджаки». И у нас в гостях губернатор Тульской области Владимир Груздев. Мы говорили до этого про автодороги. Давайте говорить про железные дороги. Вот буквально новость, которую я прочитала сегодня. Тариф на электрички в Тульской области с 1 июня вырастет еще на 36%. Это означает, что с начала года тариф возрастет практически на 70%. Вот чем обосновано такое крутое повышение? Ой, это такой, знаете, большой объемный вопрос. Тогда давайте я буду отвечать, объяснять. Хорошо. Наверное, вы помните, как в феврале президент Владимир Путин практически стукнул кулаком по столу и сказал, слушайте, ну что это такое? Верните электрички. Верните электрички, да. Случилось так, что с 1 января этого года Федеральная служба по тарифам увеличила в 25 раз размер выплаты перевозочных компаний в адрес российских железных дорог за использованными инфраструктурой. Это вокзалы, перроны, ну и так далее и тому подобное. Значит, кроме того, перевозочная компания, в данном случае в Тульской области центральная перевозочная компания пассажирская, она в 4 раза увеличила свои собственные расходы на свое собственное содержание. Ну и еще там были некоторые расходы. В целом, они пришли к нам 25 декабря прошлого года и попросили у нас увеличить тариф в 3 раза. У нас тариф был, составлял 16 рублей 60 копеек, они предложили увеличить его до 51 рубля, соответственно, за 10 километров маршрута. Ну, одна зона. Да, зона 10 километров. Ну, то есть практически рост, если раньше поездка из Тула в Москву стоила 360 рублей, то рост составлял практически в 3 раза до 1050 рублей за поездку в одну сторону. Значит, утверждение тарифа осуществляется региональным комитетом по тарифам. Нам они информацию не предоставили необходимую, поэтому мы в увеличении тарифа им отказали. При этом мы практически не сократили маршруты, то есть маршруты мы составили, у нас было из 157 маршрутов было сокращено, по-моему, 7 или 8 маршрутов. Остальные маршруты все оставались. После того, как президент Путин дал правительству поручение разобраться с этими вопросами, соответственно, был депутатами Государственной Думы принят закон, который обнулил НДС при перевозке пассажиров в пригородных поездах. Он действует, ставка сейчас НДС 0 и действует с 1 января. Федеральная служба по тарифам с 25, с коэффициента 0,25 опять вернула на коэффициент 0,01. То есть понизили обратно, то есть вернулись на тот коэффициент, который действовал на 1 января 2015 года. Мы установили старый коэффициент. Соответственно, центральная перевозочная компания после этого должна была подготовить новый расчет. Новый расчет они нам представили только в середине, ну, в конце даже апреля, числа, по-моему, 25-го. Но тариф изменился уже 10-го апреля. Да, 10-го апреля, потому что мы не меняли тариф ни в 2014-м году, ни в 2015-м. Поэтому мы применили индекс дефлятора и увеличили его с 16 рублей 60 копеек до 20 рублей 60 копеек. То есть рост составил за два года, ну, там, почти на 20%, чуть меньше, где-то на 18%. Это вот 18% это инфляция с 2014-го и 2013-го годов. Кроме этого, мы еще доплачиваем им по соглашению так называемые выпадающие доходы. Имеются в виду перевозочные компании из регионального бюджета. Вот до сих пор они нам полностью тариф обосновать экономически не могут. И они просят на сегодняшний день, после всех изменений, которые были сделаны федеральным правительством, просят сейчас установить им тариф 44 рубля за зону, за 10 километров. Правительство Тульской области рассмотрело публично этот вопрос. Было организовано обсуждение с жителями на сайте правительства Тульской области. Долго люди голосовали. Что делать? Отказываться от перевозок на электричках или идти на повышение? Люди в целом, ну, там, 55 на 45 поддержали. В феврале, в феврале, да, 57% тогда сказали, что они не готовы отказываться от электричек. 55 на 45 примерно проголосовали за увеличение тарифов. Но правительство региона четко стоит на защите интересов жителей, поэтому повышаться тариф будет только тогда, когда центральная перевозочная компания сможет доказать эффективность и экономическую обоснованность повышения этого тарифа. Пока то, что принято нашим региональным комитетом, это увеличение до 28 рублей. Там чуть-чуть округлили, 27,80, ну, округлили до 28 рублей. Это тот тариф, который будет действовать после 1 июня. Это все проходило публично, люди все это видели. Чудес не бывает. Или, понимаете, раньше же Федерация выделяла РЖД 25 миллиардов ежегодно на компенсацию выпадающих доходов по приградным перевозкам. Сейчас этих денег нет. Поэтому есть попытка получить эти деньги жителей регионов. И правительство региона Тульской области четко стоит на страже интересов жителей. И вот не идет. Итак, с 1 июня 2015 года билет на электричку. Одна зона 10 километров будет стоить 28 рублей. Я правильно понимаю, что в этом году уже больше никаких повышений не планируется? Значит, это будет зависеть... Федеральный закон гласит следующим образом. Если перевозочные компании подтверждают экономическую обоснованность тарифа, то наш региональный комитет не имеет права им в этом отказать. Вот сейчас то, что они подтвердили, это 28 рублей. Если они смогут доказать... Вот сейчас до чего дошло? У них на 4 раза выросли расходы на содержание своего офиса. Мы им говорим, дайте нам штатное расписание. Давайте мы посмотрим, какие зарплаты. Мы посмотрим, почему у вас офис по аренде вдруг стал в 3 раза дороже. Кризис, все дешевеет вроде бы как аренда офисов. А у перевозочной компании в 3 раза там вырос. Ну, то есть выражаясь инженерным языком, вы требуете от них ТЗ? Мы не требуем ТЗ. Мы требуем раскрыть все расходы. И это обязанность комитета, понимаете? Ведь наш региональный комитет по тарифам, он обязан вскрыть все до каждого шурупчика. Если он не вскроет, это уголовная ответственность на председателя комитета. По-другому он действовать даже не может. Это четкие требования закона. Но вообще, если говорить честно, то перекладывать на плечи жителей региона, скажем, содержание перронов, рельс и вокзалов полностью, ну, мне кажется, это неправильное решение. И я думаю, что вот мы являемся таким, занимаем принципиальную достаточную позицию, как регион. Мы готовы конструктивно взаимодействовать. Мы более того, на нас перевозочная компания подала в суд. За 11-й год они пытались с нас взыскать 170 миллионов рублей. Пока суд их не поддержал. Он поддержал, скажем, позицию правительства Тульской области. Знаю, что и Верховный суд отменил решение судов, которые касались взыскания денег с Курской области по перевозке. Завтра состоится совещание у Дворковича, на котором будет заместитель, председатель правительства Тульской области, в том числе, обсуждать эти вопросы. На сегодняшний день в целом вопрос не решен. Не решен. Пока вопрос не решен, но как решит народ, так и будет. Вот смотрите, вот здесь есть еще в чем нюанс. 9 у центральной перевозочной компании, 9 регионов, которые входят в ее состав. Вот в прошлом году ЦППК показала прибыль около 3,5 миллиардов рублей. Годом ранее, там, по-моему, 20 миллиардов рублей. Есть регионы, которые дают существенный плюс. Это Москва и Московская область, как основной регион, где перемещается большая часть жителей. Ну, во-первых, регионы сами по себе большие, и очень много людей перевозят. А Тульская область, регион с малым объемом перемещения. И, конечно, тут же, как бы, понимаете, получается, как замкнутый круг. Чем выше тариф, тем меньше людей пользуются перевозками железнодорожным транспортом. То есть, если тариф будет расти быстрее, чем растут доходы жителей, то, конечно, будет пользоваться меньше, и будет хереть, и, соответственно, содержание будет опять расти. Но мы все равно вас услышали. Вы сказали, что как решит народ, так и будет. Друзья, у нас сегодня в гостях губернатор Тульской области Владимир Груздев. Вот о чем хотелось бы поговорить. Если уж мы заговорили о взаимодействии идеологии жителей Тульской области и администрации региона, вы, наверное, обратили внимание, что перед празднованием Дня Победы в обществе было определенное напряжение. Значит, у нас молодежь танцевала на фоне памятников. В Тульской области, я знаю вот эту вот историю, когда задержали школьников за то, что они... Это уже было после, да, жарили картошку, жгли веники. Вообще у вас складывается ощущение, что Тульский регион, что Тульская область подвержена вот этой вот истерии или нет? Потому что после этой истории с мальчишками, которые жарили там картошку, я не видела волны возмущения, которая была в других регионах. Ольга, знаете, я могу вам сказать следующее. Во-первых, я сам был тем источником, который это озвучил. Это произошло действительно после празднования 70-летия Победы. Но я могу сказать, что это как раз, ну, такое очень печальное исключение. Вот Тула, вообще город-герой Тула, исторический город такой, внутри люди, которые живут, они такие государственники. Они всю жизнь были казенными людьми, всю жизнь работали сначала на царя-батюшку, потом на государство. Вот эта государственность, она внутри людей. И вот Тула один из первых регионов, который принимал участие вообще в акции «Бессмертный полк». Вот мы в этом году проводили уже третью акцию. Мы в данном случае помогали как администрация, потому что это полностью волонтерское мероприятие. Вот в Туле в этом году вышло на «Бессмертный полк» 120 тысяч человек. Можете себе представить? Это был, по сути, второй результат после Москвы. А по численности жителей, принявших участие в акции на численность жителей, живущих в городе, то мы, конечно, по этому показателю первые в стране. И вот наоборот, очень сильный внутренний подъем. То, что есть проблема с воспитанием, и там же как, понимаете, произошло. Сначала ребята, ну, что называется, баловались, и вот на вечном огле там поджаривали картошку. Конечно, жалко, что никто из родственников, ну, даже не родственников, просто проходящих мимо взрослых не подошел и не объяснил, что это такое. Но это, конечно, проблема воспитания и школы, и внутри семьи, когда нужно детям объяснять, что это такое. Там старший ребенок, он ребенок с задержкой умственного развития, из коррекционной школы, то есть которому 14 лет. Он, в общем-то, выступил таким вот, ну, что называется, ну, за ним ребята помладше пошли. Но здесь тоже можно, как бы, понимаете, войти в положение ребенка, ну, задержка в умственном развитии, и это тоже большая проблема. Но, конечно, вот то, что не объяснили детям, что это за памятник, почему он здесь установлен, почему вот вечный огонь, то есть это, конечно, есть упущение, ну, прежде всего, конечно, это упущение внутри семьи, ну, а дальше, конечно, это и школа. И я когда говорил об этом, это я сказал во время встречи с активом Тулы, я сказал, что если подходить к исполнению своих обязанностей сухо, и подходить вот, ну, знаете так, вот от а до я, то, конечно, мы можем потерять целое поколение. Вот вопрос патриотического воспитания... А то, что общество никак не возмутилось, то, что общество никак не возмутилось, это говорит о его здоровье? Вы знаете, ну, почему общество возмутилось, там, сразу поступило, ну, во-первых, мое выступление, оно было осуждающим выступлением, но мы сразу начали прорабатывать планы, меры необходимые для того, чтобы еще раз все-таки проработать вот эту историю, и прежде всего проработать в наших коррекционных школах, потому что ребята, которые живут и учатся в коррекционных школах, видите, они нуждаются в дополнительном разъяснении и пояснении. Приезжайте, Оль, вы как-то посмотрите, что такое коррекционная школа, чтобы вы тоже понимали, потому что мы же общаемся в кругу, ну, скажем, людей, похожих нам по социуму и так далее, а ведь есть действительно тяжелые дети, которым нужна просто помощь, а иногда нужна вот, ну, иногда вот вам два раза, может быть, достаточно сказать, а кому-то надо сто раз сказать. Но это надо делать. Терпение, терпение, еще раз терпение. А давайте пример, вот смотрите, Владимир Сергеевич, общество возмутилось, да, ну, к примеру, вы знаете, наверное, что на тульскую землю приезжает музыкальный фестиваль, который называется «Дикая мята». Очень своеобразный фестиваль, очень своеобразный набор музыкантов, потому что большинство из тех, кто будет выступать в Тульской области, они не скрывают своих либеральных предпочтений и спокойно критикуют действующую власть. И вот представьте себе такую ситуацию. Приходит к вам инициативная группа. Ну, например, я к вам прихожу. Говорю, Владимир Сергеевич, дайте отменим. Вот что им здесь делать? Вот я со своим таким вот пониманием консервативным, с внутренней государственностью, я прихожу и говорю, а давайте отменим, зачем лишний раз вот этим вот заниматься и детям давать дурной пример? Мало ли, что они там скажут со сцены. Вы пойдете на это? Вы знаете, мне кажется, когда у нас могут быть высказываться разные точки зрения, есть на все нормы закона. Если закон формально не нарушается, то основание для того, чтобы запретить, ни у органов государственной власти, ни у органов правопорядка, конечно, таких оснований быть не должно. Если есть, скажем, какие-то дыры в законодательстве, которые требуют дополнительного, ну, скажем, дополнительного обсуждения, да, или, скажем, дополнительное принятие решений, то эти дыры, конечно, нужно закрывать. Но мы стараемся реагировать. Ну, могу вам привести пример. В Туле очень активно проходили пивные так называемые фестивали на Центральной площади. После того, как я был назначен на службу губернатором, несмотря на то, что Балтика является крупнейшим налогоплательщиком, мы этот фестиваль отменили. Пожалуйста, мы предложили, если вы хотите что-то подобное провести... И все разбежались по скамеечкам и по дворам пить пиво. Вот, Оль, я вам так скажу. У нас на салюте 9 мая было, по данным полиции, больше 50 тысяч человек, что для города 500-тысячного города, ну, существенно. Пьяных нет. Ну, вы проезжаете просто, и вы почувствуете эту атмосферу. И если... Это все меняется. Понимаете, запретами ты не можешь все взять и, что называется, ограничить. Важно изменять настроение. Это самое важное. Ну, вообще, в принципе, изменение настроения – это самое важное. Поэтому, когда человек нацелен на то, чтобы совершить добро, чтобы добиться какой-то своей цели, позитивной прежде всего цели, то мы приветствуем людей. И хотя, еще раз говорю, точки зрения людей разные. Разные. Друзья, у нас в гостях губернатор Тульской области Владимир Груздев. Я практически полностью узурпировала все время. Даю возможность вам задать ваши вопросы. Интересующие, вижу, телефонная линия накаляется. Подключайтесь к нашей беседе по телефону 7373938. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да, прошу вас. Алло. Алло, добрый день. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Да, я вот хотел бы задать Владимиру Михайловичу Груздеву вопросик такой. Я Сергеевич, да. Я Владимир Сергеевич. Ваш вопрос. Да, Владимир Сергеевич, прошу прощения. У меня мама живет в Адоеве, в городе Адоеве. Да. Один из старейших городов Тульской области. Старейших городов, да. Я прочитал всю ее историю, этого города. В общем, был такой случай. Пришли с обезда накануне 9 мая. Сказали, что на ремонт дома положено выделить какую-то сумму. Она так обрадовалась, забор у ней поломан там, в общем. И все на этом заглохло. Я бы хотел узнать. На самом деле, они говорили, что вроде по распоряжению губернатора. Спасибо. Всего доброго. Вы знаете, нам бы, конечно, нужно знать фамилию вашей мамы, для того, чтобы разобраться в вопросе. В рамках подготовки проведения юбилейных мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею Великой Победы, правительством Тульской области было принято решение по участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в частных домовладениях, выделить сумму, необходимую для ремонта их домов, в порядок, но в объеме не более 50 тысяч рублей. В принципе, в эту сумму вписываются все те, скажем, мелкосрочные ремонты, которые необходимо было делать. Надо просто разобраться. Если ваша мама участник или ветеран Великой Отечественной войны, то мероприятия не остановились, они продолжаются. То есть все эти вопросы мы поможем, сделаем. Но нужно, еще раз говорю, важно, чтобы вы в редакцию позвонили или написали мне по электронной почте. У меня электронная почта, она очень простая. груздевсобачкатуларегион.ру Я сам веду свою почту, поэтому с удовольствием, пожалуйста, пишите. Еще раз могу повторить. груздевсобакатуларегион.ру Либо по телефону, бесплатному телефону, который работает круглосуточно у нас, это телефон 8800 200 ровно 7102. Это телефон горячей линии губернатора. Еще раз, 8800 200 ровно 7102. Либо на наш смс-портал 925-48-94-8. Всю информацию, которую мы получаем, обязательно вам передадим. Еще успеваем взять один звонок 7373948. Это телефон прямого эфира. Сегодня в гостях губернатор Тульской области Владимир Груздев. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Подключайтесь к нашей беседе. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо за эфир. Матэм Москва. Уважаемый Владимир Сергеевич, вот вы сказали, что все в Тульской области налаживается. Я не хочу лично вас обвинять, но в течение 4 лет демография отрицательна. Очень большая смертность среди молодежи. В том числе по количеству абортов. И динамика рождаемости совсем не благоволит тому, что было еще даже до перестроечных лет. У меня конкретный вопрос. Каков внутренний долг перед бюджетом России у Тульской области? Что делать для того, чтобы близость московской агломерации не влияла на отток молодежи из деревьев? Не второй вопрос. Сейчас очень много вопросов со стороны власти к мурморскому черновнику, который заработал миллиард рублей. Вы в 2012 году заняли первое место среди самых богатых чиновников России, заработав почти 4 миллиарда рублей. Не было ли вопросов по власти к вам? Спасибо. В прошлом году у меня доход тоже составил больше миллиарда рублей. Но доходы у меня понятные, прозрачные. Это доходы от депозитов в банк. Я до занятия государственной службой и до того, как начал заниматься общественной деятельностью, был учредителем достаточно крупной компании. В 2007 году акции компании мной и членами моей семьи были проданы. Компания называется «Седьмой континент». Соответственно, доля участия была продана за миллиард долларов и 130 миллионов долларов по доходному налогу. Я и члены моей семьи заплатили в бюджет города Героя Москвы, потому что на тот момент мы были прописаны там. Сейчас я прописан в город Герой Туле. Поэтому, да, вот есть такие доходы. Не знаю, может быть, кому-то это нравится или не нравится. Ну, это так, как есть. Из песни слов не выкинешь. Что касается... Внутреннего долга. Да, что касается рождаемости и смертности. Значит, рождаемость у нас растет. Немного, но растет. В прошлом году составило 15 тысяч, 15,5 тысяч человек. На 150 малышей родилось... На 600 малышей родилось больше, чем годом ранее. Тяжелая ситуация, действительно. И мы меры региональной поддержки осуществляем. Но сегодня мы находимся в том периоде, когда женщин фертильного возраста, то есть женщин детородного возраста, становится не только у нас вообще в стране меньше. И здесь, конечно, это не только материальные меры государственной поддержки. Но, прежде всего, конечно, как я и говорил, это изменение настроений. Что касается долга... Вот Матвей интересовал размер долга перед Российской Федерацией. Матвей, у нас долг перед Российской Федерацией маленький. 1 миллиард 650 миллионов рублей. Что, в общем, мы один из регионов, который должен Российской Федерации практически меньше всех. Ну, за исключением регионов-доноров. Могу сказать, что за 4 года, благодаря трудолюбимым тулякам и эффективной работе правительства регионов и муниципалитетов, софинансирование за счет собственных средств мы смогли увеличить с 71% до 85%. А дотации из регионального бюджета уменьшились почти на 2 миллиарда рублей. То есть мы не только больше себя софинансируем, но и мы еще и экономим федеральные деньги. Живу в Москве, но пью тульский квас. Очень вкусно. Спасибо. Пишет 81-й. И очень много вопросов о пряниках самовара. Да, приезжайте. Пряники, самовары. Куликово поле. Каждый житель России должен обязательно побывать на Куликовом поле. Это тоже Тульская область. Матрона Московская, Себинская. Родина в Тульской области. Кимовский район село Себино. Вот мы на 2 мая установили памятник. День ее канонизации. Ясная поляна. Поленова. Ну и, конечно, прекрасный Тульский Кремль. Тулики не только государственники, но еще очень добросердечные, добропорядочные люди. Поэтому добро пожаловать в Тульскую область. Вы знаете, у нас буквально 2 минуты остается до конца передачи. Я оставила на этот вопрос очень мало времени. Если можно коротко. Вы, наверное, знаете, что еще 10 лет назад Тульская область занимала первое место по количеству уклонистов от службы в армии. Сейчас вы от этой проблемы избавились. Как? Это совместная работа всех. Общественных организаций, органов местного самоуправления, органов государственной власти. И, конечно же, прежде всего, конечно, это благодаря тому авторитету в армии, который вырос за последние 3 года. Во многом здесь заслуга Сергея Шойгу, который накануне недавно отмечал свой 60-летний юбилей. И по итогам конкурса среди всех регионов Тульская область заняла первое место по подготовке организации призыва. Поэтому мы государственный регион. Мы всегда задачи государства решали и будем мешать дальше. То есть давайте все-таки разберемся, искать стали лучше уклонистов или просто перестали уклоняться? Люди на сегодняшний день, знаете, сегодня с гордостью идут служить вооруженные силы. Так же, как и платить налоги, кстати, люди стали тоже лучше. Если 15 лет назад, 20 лет назад говорили, что налоги платят только трусы, то сегодня считается плохим тоном, если ты не платишь налоги. А служба в армии, не знаю, мне кажется, это не только священный долг, но это и обязанность. У вас есть еще одна очень интересная мера, которую, в принципе, не любят и по какой-то причине не применяют в других регионах. Открываешь ленту информагентств, забиваешь уклонисты, тут же вываливается Тульская область. Уклонисты оштрафованы на 190 тысяч рублей. Уклонисты оштрафованы на 15 тысяч рублей. Семеро уклонистов идут под суд. То есть постоянно в СМИ идет тема, что если ты не служишь в армии, то, будь добр, заплатишь штраф. Может быть, это тоже одна из меров взаимодействия? Вы только не говорите, что если ты не хочешь рожать детей, то тоже платишь штрафы. Нет, не буду. Ну вот не будет. Нет, на самом деле, еще раз говорю, вопрос кнута и пряника никто не отменял, но прежде всего, конечно, это изменение настроения. И вот поверьте мне, когда я о своей речи, когда вступал в должность губернатора Тульской области 4 года назад говорил, я говорил, что моя основная задача как высшего должностного лица региона – это изменение настроения. Только изменение настроения позволит вам реализовывать те очень сложные и очень непростые, но крайне необходимые изменения, которые нужны. Большое вам спасибо, что нашли время и приехали к нам сегодня на радиостанцию «Говорит Москва». Друзья, у нас в гостях в программе «Пиджаки» был губернатор Тульской области Владимир Груздев. Владимир Сергеевич, большое вам спасибо. Спасибо. Владимир Сергеевич, большое вам спасибо.